Давайте я представлю сегодняшнего докладчика. Сегодня у нас на семинаре выступает Алексей Клоков. И он расскажет про задачу, которую решали команды на ОДС, где обучали агента тому, чтобы, как я понимаю, учиться с роликов на Ютубе. Правильно, да? Да, спасибо. Спасибо, Павел. Я напомню только, что у нас длина доклада будет где-то 30 минут и 15 минут на вопросы. То есть в 18.35 где-то так ориентировочно перейдем к вопросам. Но как тебе удобно, можно вопрос в процессе доклада, можно после. Хорошо, спасибо. Тогда буду путем начинать. Давайте я расшарю экран. Так, мой экран виден, да? Да. Отлично, спасибо. Еще раз всем привет. Меня зовут Леша Клоков. Я сегодня буду рассказывать, как мы обучали модель среды на основе различных кадров и на основе полученной модели среды пытались запустить RL-агентов. Я так понимаю, наверное, те, кто здесь присутствует, будут смотреть, больше интересуются RL-направлением, но мой доклад будет как немного в Computer Vision, так и в RL-направлением. Давайте я, наверное, расскажу о задачке для начала. Давайте я пропущу один слайд. Я покажу, на каком домене данных мы делали наши эксперименты. Есть такая игра, называется Survive AIO. Это многопользовательская браузерная игра в режиме Battle Royale. Давайте я вам ее запущу, чтобы вы могли сразу убедиться и посмотреть. А пока бот играет, я буду рассказывать. Буквально секунду. Готовочка. Подождем, когда запустится. Отлично. Это игра Survive AIO. Это многопользовательская браузерная игра в режиме Battle Royale. То есть много различных людей запихиваются на какую-то карту и можно управлять данным агентом. То есть можно бегать между кустами, между камешками, что-то лутать, находить какие-то предметы, полезные для выживания, находить патрончики, находить оружие, броню, каску. Какие-то медикаменты. И цель – это остаться самым последним выжившим на большой карте. Это такой стандартный Battle Royale режим. Также мы можем видеть, что это достаточно простой домен данных. Мы не третьим лицом смотрим за нашим персонажем, который большой, красивый. А это именно BirdEyeView, то есть вид сверху, вид экспрессива полета, можно так выразиться. И это достаточно более простой домен данных, чем, например, более известные Battle Royale игры, PUBG и все производные от него. И мне как раз-таки давно захотелось сделать некоторого бота для этой игры, чтобы не играть самому, а просто за ним наблюдать и подпивку, можно сказать. Но алкоголь осуждаем на всякий случай, но чтобы не в лом было клавиши жать. И понятно, что для этой игры никакой не создан инвармент. То есть это просто игра от каких-то разработчиков, возможно, даже имеют российские корни. Но никакого инвармента нет, тем более нет никакого инвармента, спряженного Джимом. Поэтому мы можем собрать некоторые данные по этой игре. Мы можем, например, на YouTube или Twitch заскрапить много видосиков, как другие люди играют. Может быть хорошо, может быть плохо, но по-разному. И попробовать, используя только данные с YouTube, видео, реплеи игры. То есть получается, это можно назвать их экспертными траекториями. А вот сейчас мы видим, что кто-то по нашему агенту стреляет и убивает его. Это такой полурандомный агент. Это просто для такой демонстрации. На фоне показываю. То есть какие у нас вводные. Получается, мы попадаем в оффлайн RL. У нас нет никакого инвармента. Мы, по идее, можем взаимодействовать только с экспертными траекториями, которые мы наскрапили с YouTube. Ну и вот хочется как-то использовать только их. И в итоге научить его хотя бы каким-то элементам умного поведения. Научить. Давайте тогда я... Такое вступление я сделал. Теперь придем к слайдам. То есть почему... Это вроде такой детский сад, да. Опять и какие-то игрушки, какие-то боты. Неинтересные, скажете вы. Но кажется, что это такая примитивная задачка, на которой можно обкатать некоторые идеи свои, которые могут уже иметь более долгоиграющие и интересные посредства. Например, если мы научимся с помощью только экспертных траекторий что-то обучать некоторые алгоритмы, то, наверное, в будущем мы можем скармливать каким-то там кухонным роборукам или кухонным роботам, например, все видосики по готовке, так как правильно что-то готовить, там яичницу, завтрак, обед или ужин. И вот как-то скормив определенным образом все YouTube-ролики на эту тему с YouTube, мы можем, может быть, их чему-то научить. Аналогично можно пытаться, наверное, учить машину водить, искусственному интеллекту с помощью каких-то записей с видеорегистраторов, также роботов-манипуляторов, чтобы, например, можно снимать с третьего лица робот-манипулятор, которым управляет какой-то человек с джойстика, ну и записывать видео. Получается, как бы одни робо-манипуляторы обучают там следующие поколения робо-манипуляторов. То есть хочется, такая основная идея, это с помощью только видеоданных научить решать какую-либо задачу. Вот такая глобальная цель, а у нас есть только, как бы у нас нету environment, а есть только экспертные траектории. То есть просто перечисление некоторых стейтов и экшенов, которые выбрал агент предыдущий или реальный человек в каждом из действий. Понятно, что можно также записывать каким-то образом реворды, так как мы все-таки хватим RL, то можно еще дополнительно записывать, как-то вытаскивать различные реворды, которые нас интересуют. Но это чуть попозже расскажу. Возвращаясь к нашим баранам, к нашим игрушкам и к нашим ботам. То есть изначально, который я вам бота показывал, он обучен с помощью behavior-клонинга. То есть это никакой, можно сказать, не RL, это просто supervised learning. То есть если собрать очень много данных и сделать такую задачу классификации на 8 направлений движения. Вот в таком-то состоянии для такой-то картинки реально человек выбрал определенное направление движения. В другой картинке, в другом состоянии человек выбрал определенное другое направление. И можно таким образом просто supervised, обучиться классификацию, сделать именно на правильное движение. Ну и как видите, он достаточно там был рандомный, он придирался определенных циклов, пытался подойти к каким-то кустам. То есть особо прям какой-то интересной штуки не было. То есть кажется, что behavior-клонинг – это такой как тупиковый путь. Хочется, наверное, для этого домена что-то более интересное придумать, используя прямо RL, не какой-то supervised learning. На всякий случай уточню, меня слышно. Все хорошо, никаких лагов нет. Отлично слышно, да. Единственный вопрос – предполагается, что презентация развернута в полный экран или что она? Я думаю, мне так удобнее, потому что я буду переключаться между вкладками, терминалы, Anaconda Prompt. Короче, мне так удобнее. Если никто не против, я бы так оставил. Это все продумано. И что хочется сделать? Как вы заметили, хочется сделать какой-то environment. Писать его как-то в лом. Я не разработчик игры, мне не хочется этого делать. Я подумал, а зачем? Давайте я просто сделаю генеративную сетку, которая бы мне предсказывала, например, следующий кадр. У нас есть какая-то раскадровка, как на этом слайде показано, что у нас агент в данный момент стоит между тремя кустами, различными зданиями, около камня. И конкретно в этой ситуации игрок реально решает пойти вправо. То есть все остальные элементы начинают двигаться влево. Вот эти кусты, камни и так далее. И кажется, что это прям отличная задача для какой-то генеративной сетки компьютера вижена. То есть у нас есть стартовая позиция. Мы говорим, что наш агент выбрал туда двигаться. Покажи мне, какая была бы картинка, когда он пойдет вправо. И у нас прям есть даже таргет для этого, потому что у нас же это видео. То есть мы можем сделать раскадровку. То есть можно сделать input, output, ground true и обучать какую-то, например, сетку генеративную. И когда она у нас уже будет обучена, то у нас получается такой нейронный движок, который выдает следующее состояние или следующий кадр в зависимости от того, какое направление выбрал человек, агент или бот. Да, что я хочу сказать. Это то есть, как я сказал, так как у нас есть пары картинок, у нас есть начальное состояние и следующее состояние, а также в какую сторону выбрал реальный человек движение, то мы можем немножко переделать юнет-образную структуру и получить такую image-to-image кондишнл архитектуру. То есть на входе у нас RGB-кадр, она там сжимается, разжимается, получаем опять же трехканальное RGB-канальное изображение, туда мы дополнительно накинем сигмоиду или тангенс гиперболический, чтобы у нас было, например, от минус единицы до единицы так же, как RGB. И также можно куда-то дополнительно запихнуть, застыковать какой-то вектор условий, это как раз-таки ванход-вектор, в какую сторону выбрал реальный агент идти. И получается вот на таких парах конкретно обучается среда, модель среды, и она учится просто выдавать следующий кадр при известном предыдущем кадре, а также экшен. И как раз-таки на предыдущем слайде я это указал, что хочется создать какую-то нейронку, которая бы выдавала следующий кадр по текущему состоянию и выбранному экшену. И когда у нас уже обучено, мы сможем из этой картинки пойти в любую сторону, потому что наша модель среды выучит, как сдвигаются предметы при наших движениях. И давайте я, наверное, это продемонстрирую. Вот у нас этот же кадр есть, и давайте попросим его пойти вправо, как и сделал реальный игрок. Это у нас сейчас 1, 2, 3, значит, третий. И вот мы видим, что наша модель авторегрессионно начинает как бы сказывать, грубо говоря, следующее состояние среды. Он у нас, получается, двигался вправо. В принципе, так как у нас среда может все делать, то мы можем из этой ситуации уже пойти не вправо, а в любую другую сторону, например, даже влево. Это у нас там семерка. И он уже, как бы наша модель, будет говорить, как выглядела бы картинка, если бы мы пошли влево, а не вправо. И вот этой уже, как бы, этих картинок точно нет. Мы не знаем, что было бы, потому что у нас в видосике нашем, в траекториях, реальный игрок пошел только вправо. Вот так как у нас уже есть модель среды, которая отвечает за одну из функций environment, которая куда-то может идти. Давайте я запущу, например, чтобы он пошел вниз, в пятое направление. И получается, что это уже что-то похожее на environment. Осталось, чтобы это было прям полным environment, нужно тогда еще как-то придумать, чтобы вот эта функция, которую мы написали, возвращала не только следующее состояние, но и reward, который получает наш агент при обучении. Ну и это пока решается таким достаточно костыльным образом. Мы, например, сделали с командой на хакатоне, мы просто сделали классификатор, который говорит, подошел ли человек к камню или не подошел. То есть мы решали такую простую задачку для начала, это просто подходи к камню. То есть в любых непонятных ситуациях иди к камню. Камни – это вот такие кругленькие серенькие штучки. И мы сделали такой классификатор, который я вам продемонстрирую. Это значит, что если в некоторой области около нашего агента нету этого камня, то у нас reward 0. А если агент подходит к камню, то reward будет 1. Вот, например, он прямо в фритеку около камня стоит, и поэтому наш классификатор картинки говорит, что он у камня, значит reward 1. То есть, видите, reward достаточно шумный. Это тоже такое как особенность, потому что классификатор тоже может ошибаться. Сами видели, при моделировании следующего кадра мы немножко замыливаемся. То есть бывают такие ситуации, когда мы сами замыливаем, например, какие-то объекты, то есть модель. И бывает даже такое, что мы даже замыливаем камни, к которым подходим. Вот видите, у нас есть камень, а потом мы двигались, и мы как бы даже уже замыли этот камень, и теперь его у нас уже нет. Поэтому я бы сказал, именно вот модель reward достаточно шумная. Но это такой минус, но он нам не помешал сделать агента, который все равно выполняет эту задачу. И вот это кажется тоже прям интересным, потому что для более глобальной цели у нас не всегда прям идеально хорошие данные, и среды будут получаться такие нейронные. Поэтому кажется, что это неплохой результат. Мы очень довольны были. Также, наверное, нужно сказать, что мы пробовали не только эту архитектуру, по сути, такую conditional unit, но мы еще пробовали ганы. Не видно немножко. То есть мы, во-первых, мы пробовали вот такую архитектуру, которую я вам показал. Мы пробовали самый известный conditional gun, то есть это Pix2Pix. Я вам покажу, как он работает. А также мы пробовали VQVAe. Тут не in progress, тут мы его на самом деле сделали. Давайте я покажу VQVAe на секунду. Это тоже такая штука, генеративная сетка, которая тоже может сжимать, разжимать картинки, но внутреннее латентное пространство можно немного изменить, чтобы оно как бы раздекоживало следующий кадр. Вот в краске VQVAe, это достаточно плохой эксперимент оказался, неудачный. Он сильно замыливал и намного хуже делал. В общем, мы попробовали, мы разобрались с VQVAe, но именно применить его для нашей задачи мы его пока не смогли. Вот. Разработка идет параллельно. Дальше хотелось бы вам показать, я сказал, что у меня есть ганы, да, conditional gun. Вот в этом репозитории мы ввели такую документацию наших экспериментов, да, и как раз-таки самый лучший вариант, который conditional image to image, U-net, это показано на вот этой плашке, предпоследней. Да, видно, что как раз-таки, почему мы выбрали камни, потому что камни наименее затирались нашим движком нейронным. Вот. И поэтому мы решили пока вот именно к камням подбегать. Плюс еще, если вы заметите, что он даже некоторые другие, другие объекты превращал в камни, да, то есть вот если на вот этот вот кустик посмотрим, да, то видно, что он и кустик превращает в камень, вот, потому что ему очень понравился этот такой простой элемент. Мы ее даже как бы между собой называли медузой-горгоной, потому что он любые объекты превращает в камни. Вот. Ну ладно. А ганы, да, то есть пикс-ту-пикс, они у нас, вот это последняя плашка, да, эксперименты, она почему-то, ну как, как многие ганы, некоторые артефакты генерировали дополнительно, которые нас очень не устраивали, да, вот эти вот черные пятна, черные трубные пятна, вот, и мы как бы много чего попробовали, но остановились именно на супервайз, вот таком U-net подобном, conditional pair data. Вот. Также мы различные совершенно пробовали метрики для, ой, не метрики, а лосс-функции, но все-таки, конечно, мы поупражнялись, но именно вот самое лучшее такая вот был, вот такой вот экспериментик. Дальше. Давайте, давайте уже перейду, наверное, к части RL, да, потому что время идет, да, CV-тюк я не буду проговаривать, это, наверное, это будет не очень интересно, да, вот, давайте к RL дальше. Мы попробовали, ну, успели попробовать два алгоритма, это кросс-энтропия, да, и DQN, вот, и что нужно, как бы, дополнительно сказать, что мы именно в нашу сетку RL, да, сетку подавали именно всю картинку, то есть это не было какие-то координаты, табличные данные, то мы именно подавали RGB-картинку, и на основе RGB-картинки наша сеть должна была принять нужное правильное решение, куда двигаться. Вот, метод кросс-энтропии не взлетел, вот, хотя мы им достаточно долго занимались, и кажется, вот он, как бы, как будто плохо очень реагирует на шумную, шумную, как бы, функцию награды, вот, и мы его отмели. А как раз-таки Deep Cool Learning, он, он очень сильно нам помог, потому что мы вовремя поняли, что, что наша задача, она сводится к такой известной задачи, как змейка, то есть у нас, по сути, есть какой-то агент, и мы говорим, там, подбеги к яблоку, да, съешь яблоко, только у нас вместо змейки у нас наш агент, да, а вместо яблока у нас камень. То есть, в принципе, Deep Cool Learning, он отлично решает эту задачу, и почему бы его не использовать, да, вот, то есть, единственное, мы беспокоились только за шумную вот эту функцию награды, но, однако, у нас все получилось, и оно заработало. Давайте теперь я продемонстрирую как раз-таки, как работает наш агент. Это я вам продемонстрировал, это продемонстрировал. Так, давайте я продемонстрирую именно нашего обученного агента, DPN-агента. Так, и давайте я расскажу, что мы должны увидеть, пока он грузится. А, вот уже загрузилось, отлично. то есть, мы здесь видим две, мы видим две, две такие плашки, мы видим две плашки, я перезагружу, если он залагал, с левой стороны нам дается возможность поиграть самостоятельно, то есть управление человеком. Давайте я сброшу. Так, давайте сюда. Так, отлично сбросилось. Давайте теперь без лагов. Слева дается вариант поиграть нами как реальным человеком, да, а справа это наш агент, который именно DQN-обученный. Да, то есть, когда мы нажимаем какую-то кнопку V, A, S, D, да, то наш левый агент, он идет туда, куда скажет, ну, куда я скажу, да, выберу. А правая часть, здесь как раз-таки она недоступна для управления, здесь как раз-таки играет наш DQN-агент. То есть, видите, пока я какие-то чак-ноты держал, да, когда он немножко лагал, наш уже агент обученный подошел к камню и успешно получает награду, да, а если я вот сейчас рандомно начну ходить, да, вот видите, я хожу рандомно в левые части, да, и я ничего не получаю награду, в это время наш обученный агент отлично пустит около камня и получает бесконечную награду, да, обузит. Вот я сейчас специально левым, нашим левым подойду к камню, да, и, видите, начну получать награду, вот видите, я тоже могу получать бесконечную награду, вот. Вот такую модемку, да, которая показывает, что действительно наш агент правой обучены подходят камням а также вот можно поиграться и побегать камням можно их позатирать и посмотреть вообще как генерирует еще наш генеративный сет вообще какие-то рандомные ситуации из каких-то рандомных мы видно что действительно там агент играет лучше чем средний человек который я от балды буду жать кнопки это показывает что действительно мы научили его вот так же нужно сказать давайте я дробно еще раз запущу что это различные сценарии то что данных очень много и какой тут она обычно ухватывает картинку и предлагает поиграть запущу то он какую-то одну какую-то другую да вот при другой другая начальная картинка тоже можно аналогично побегать смотреть понятно что это именно такой как такой демка да мы же это делали для игры браузерной и также так как у меня есть уже как бы архитектура запускание этого агента в реальную среду с реальными человеками человеками да помните как я вначале показывал то мы его также смогли запустить и вот в реальную игру да я просто сейчас она не буду демонстрировать то что временно истекает но мы успели сделать да некоторые гифки до которые показывают что он действительно и в реальной среде с другими игроками подходит к камням да и выполняют нужную задачу да более того у него обнаружились дополнительные как фичи да он как и реальный игрок убегает от красной зоны да вот который на левой гифки вы видите которая его может убить если он там за ней останется да то есть это возникло из-за того что наверное внутри красной зоны никогда нету реворда единички и никогда реальные игроки реальные все игроки всегда выбегали из этой зоны и поэтому и наш декойн агент тоже вот таким скрытым образом случайно еще и эту фичу получил от других игроков до которые мы никак не ожидали что она будет хотя в бейхэвер планики она тоже была эта фича то есть это показывает что действительно можно как бы случайно еще и некоторые другие функции как бы агенту обучить вот наверное это все что я хотел сказать да то есть можно подвести итог что мы выполнили нашу задачку мы без какого-либо инвариумента заранее до полта джимовского сделали свой нейронный инвариумент и в этом нейронном инвариументе мы научили нашего агента подходить к камням да дальше можно также научить его подходить к луту поднимать лут уже в этом инвариументе если получше его сделать там можно уже начинать стрелять других игроков или уворачиваться от стрельбы других игроков и так далее то есть вот это вот кажется что нейронный инвариумент он может помочь нам решить задачу вот такого оффлайн rl вот также покажу на всех случаях две основных ссылки это самый главный бот для которой все это делается который я в самом начале показывал а конкретно вот проект для нейронного инвариумента он в отдельной ссылке да вот и здесь друг на друга есть они ссылаются два этих репозитория они друг на друга с ссылаются вот и кажется мне тоже еще финально хочу сказать да еще две минутки что по получается что таким некоторым образом мы повторили идеи из дримеров да когда обучается модель среды но я так понял в дримере они делали как бы прогнозили следующее состояние именно в латентном пространстве до вжатом они саму rgb картинку раз прогнозили вот в этом отличие как бы то что мы делали от именно вот дримерских подходов я понял если я как-то не точно то прошу меня поправить наверное это все что я хотел рассказать я буду рад ответить на ваши вопросы давайте задавайте не стесняйтесь спасибо большое за доклад у меня на самом деле целая куча вопросов накопилась думаю подожду пока все остальные зададут есть вопрос в чате да алекс пишет что возможно там у дримеров да был более логичный подход что ну что 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 мы много лишней информации да усложняем на новую ситуацию но кажется как раз вот ну да я согласен но наверное у меня есть тоже аргументы которые бы показывали что и такой подход жизнеспособен да потому что во первых я все таки мы его все таки научили да с командой этому делать то есть наверное имеет право на жизнь но с другой стороны если мы хотим каких-то там интерпретируемость вода модели и почему именно бот выбрал тот или иной поступок то нам все таки проще как людям отслеживать да хотя бы глазами визуально почему он сделал то или другое да почему например в реальности он начал подходить к кустам а хотя мы его обучали подходить камням а есть так как мы видим rgb мы видим что он как бы ждет когда кусты у нас превратятся потихоньку в камни и начинает уже подходить камням то есть поэтому например так может получиться что влады на пространстве мы не сможем вовремя понять почему он так сделал а как раз таки если мы будем как бы раздекодировать полный ргб картинки то мы можем какие-то интерпретируемые объяснения найти вот но да я согласен что вот вы правы да как бы на это можно и так и так вот как-то так вроде и уанна перунова есть вопрос сначала комментарии все-таки в дриммере вроде есть и декодер который из этого блатентного состояния ргб картинку все-таки получает да да я помню спасибо то есть и как раз вроде то есть при таком подходе возможно кусты в камни не будут превращаться потому что мы просто храним информацию о том что вот здесь стоит камень а дальше уже вопросы декодеру как он его нарисует на самом деле тоже у меня есть вот в этой conditional image to image у меня же по сути есть как и генеративные лоссы типа персепшила так и попиксельные да и поэтому кажется то есть вроде я же здесь прям напрямую до штрафую за как бы превращение из одного в другого до сильно штрафу и но все равно это делаем как бы это может быть в дримере мы не уйдем этой проблемой но я точно не знают надо тестить эксперимента по крайней мере в втором дримере там же пространство состоит но вот латентное пространство но дискретное вот и но как будто бы кажется что вот превратить вот класс камня в класс куста сложнее чем по пиксельно потихоньку поменять вот так плавно перевести класс ну камень в картинку камня куста вопрос который самого начала тут вот про обучение с ютуба а как с ютуба собственно мне экшены доставать то есть реворда это еще ладно можно придумать но экшены ну как раз таки экшены можно достать каким-то например я лично достал алгоритмом что даже по классическим компьютер виженом просто смотреть на находить различные объекты до обрубать трешхалдами именно я находил эти экшены да немного искусственного я смотрел просто на как как сдвинуться различные объекты на картинке да то есть объекты в среднем все сдвинулись там влево значит наш главный игрок пошел вправо то есть это такой дополнительный как бы препроцессинг для получения экшенов но он мне кажется никак не уменьшает общности подхода то есть если даже мы с видеорегистраторами да посмотрим что все если наша машина реально поворачивала вправо то есть нас как бы все видеорегистраторе тоже сместиться влево скажется что мы таким образом можем любое подобное действие движение задетектить и получить но это если environment fully absorbable то есть как если да ну да то есть как бы такие вот конечно есть инженерное решение частично хочется максимально обобщить задачу но инженерное решение тоже спасибо еще модель у вас рекуррентная или она вот просто смотрит на один кадр одно действие выдает она у нас не рекуррентно но она авторегрессионный то есть мы стартуем с какой-то реальной картинки получаем там следующий кадр да через какой-то шаг или через два шага потом вот этот уже шаг у нас как подается в эту же сетку да по сути наш аутпут становится инпутом то есть она как бы регрессионный вот авторегрессионный вот она не регрент пойдет сначала направо потом налево то он увидит не то что было вначале а что-то что придумает за да и как раз таки я такую штуку делал который пропустил вот именно с компьютера vision трюка то есть я делал такую что если мы пойдем сначала вправо потом влево то мы должны получить такое же состояние как и вначале то есть это как аугментация пошла делалось еще еще я правильно понял что у вас лосс это вот там попиксельный лосс лоссов у нас две штуки в основном финальной версии это попиксельное мое попиксельное это мое и перцепшил лосс это когда мы прогоняем две картинки через предобучитый вгг какой-то и сравниваем тоже попиксельно но уже выходы каких-то слоев вот вот метрика для лучшего вот такая но при этом реальный варимент если правильно понимаем все таки стихистичные то есть как там в принципе могут происходить и случайные действия и вот дример он вроде как предсказывает не следующую картинку некоторое распределение хотя он это тоже делает довольно примитивным образом но там лосс у них даже вот который констракшн не попиксельный а оценка вероятного оценка вероятности но я здесь чуть-чуть вмешаюсь ган он живет все таки генерирует случайные изображения если я не смысле вы учитываете стахастику а наверное да после не очень верен вот я не очень пока вот я думаю может ли быть он стахатичным в каком плане рандомное действие может произойти ну да наверное может как бы наш какой-то враг выбежать в рандомное время прямо на нас то есть мы от этого никак не застрахованы что у нас картинки вдруг враг не появится какой-то наш противник сама карта она случайно или фиксированная сама карта она фиксированная а нет стоп ну она как-то родом на спавнится но в начале игры на всей протяжении большой игры да пока один человек не останется самое последнее она тогда получается что на таком разрешении ваш бот скорее всего не видит вот эту вот карту слева внизу не воспринимает ее и для него следующий стоит в общем то случайно он не знает что выплывет из-за горизонта после вашего шага да 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 так и есть но добавить карту не является какой-то большой проблемой это можно сделать да будет чуть-чуть получше но кажется если мы просто уже почти то есть если мы как бы хотим учить агента он уже там стоит на полпути камню просто правильное движение там дайте до него то нам неважно что у нас генерится по краешкам да если у нас уже камень примерно около нас одна нужно просто там пять шагов сделать уже около камня быть то есть да я вас понял это правильное замечание это можно использовать и нужно если для кого-то действительно хорошего продакшена запихивать максимальной информации для помощи сетки но в конкретной эксперименте мапа мини мини мапа да который показывает часть мап и она не участвует вообще что хотелось бы сказать а да да говори на просто по примеру в начале там там же как при демонстрации кто-то выбежал и начал стрелять это реальный враг какой-то который другой человек который даже не знал что он как бы вот он он начал его убивать и убил то что мой бот он очень хорошо помансовала скажем так хотелось сказать вообще очень круто такие проекты видеть что ну как бы вот тут и репа есть и все это как-то работает в реальной среде и с реальным миром взаимодействует прямо вообще лойс лойс какие-то вещи хотел сказать про то над чем еще можно подумать большую часть вопросов которые задавали я тоже хотел задать но в общем точно не ответил про действия на самом деле кажется что можно в случае если нет известных действий запустить какое-то ансупервайз обучение что-то типа воежки с гумбель трюком для того чтобы в волатентном пространстве были дискретные переменные и можно надеяться на то что вдруг произойдет кластеризация пар картинка следующая картинка так что вот вот это вот скрытая переменная будет соответствовать действиям она может интерпретируемая будет но ее вроде как можно будет попробовать использовать вот а что касается вообще алгоритма обучения сразу спрашиваю на практике вот когда вы запускаете эту модель в среде в реальной она принимает свои действия опираясь на настоящую картинку с экрана да он просто скриншот делает изжимает до 96 или 84 и уже подается в сетку который вот как вы из декуэна или там кого-то бихайвер клоне просто тогда кажется что в этом подходе намного лучше зайдет монте-карлет ресерч стес вместо вот потому что вы типа у себя в голове моделируете вот этим вот вашим нейро инвариументом считаете награду для разных траекторий а в натурах запускаете действия снова и снова честную картинку но еще было бы конечно вообще очень круто увидеть этот метод с каким-нибудь другим таргетом то есть камнем в чем проблема можно успешно набирать вот эту выдуманную награду никуда не ходя до ближайшего камня вот если бы приходилось собирать что-то исчезающее типа пушек или там что это как раз таки планируется вот как на хатоне так как было достаточно ограниченное время да то хочется сделать то что хоть что-то работает какой-то результат поэтому что это расширяется на другие элементы если они не затираются движком то есть конкретно сейчас вот есть некоторые проблемы это я сейчас бихайверкойн запустил просто чтобы мы на голый экран не смотрели но да то есть это расширяется подход на другие на лутание на все лутание я бы сказал да поднять полезных айтемов если они не затираются тогда все мы тогда можем их получить мы думали что у нас сейчас затирается из-за того что мы слишком сильно сжимаем то есть у нас например на патрончике этот красный красные квадратики например на красные синие на них слишком мало пикселей приходит и по и поэтому наверное сетки очень тяжело вот эти мелкие объекты не стереть то есть если например не 84 до использовать для как инвариумента а например хотя бы 220 то уже будет много пикселей да на каждый объектов и уже наверное мы все таки они будут дольше не затираться скажем так мне кажется на самом деле что во первых чтобы не затираться можно попробовать какой-то супервайз датасет собрать с классификацией какой-нибудь дополнительный лос костыльный навесить есть еще такая штука что вы же авторегрессионно как запускаете на каждом темп степе затравливаете в модель картинку в пикселях и прогнозируете следующую в пикселях так дальше так дальше да поскольку в пикселях прогнозируете там будет в любом случае сильно затираться переходить на модель в скрытом пространстве все же прогнозировать в ней а потом каждый вот этот латентный векторочек разжимать там будет меньше я понял вот я как раз таки я хотел бы просто на всех случаях показать может как раз мы вроде да у меня есть две минутки то есть как раз таки я почему очень большие надежды питал на vqvae потому что у нас как бы каждая из картинок да она дискретно описывается некоторыми конечным количеством вектор очков да то есть вот эта картинка это вот там вот такие индексы до векторов вот эта картинка этом вот такие и как раз таки уже на травить какую-то более легкую сетту которая заучивает преобразование вот этого латентного если просто кто знает как в qvae работает до то уже как бы вот это есть внутренне пространства и уже как бы в нем делать преобразование но как раз таки я показал, что у меня почему-то оно не взлетело, то есть я расстроен в этом плане, но да, кажется, что вот латентное все-таки, ну, это больше, больше шанс, что не будет затираться, да, потому что там будет информация оставаться дольше. Ну, это вообще прям сложная задача, ну, то есть Dreamer в какой-то момент стал прорывом, потому что у людей не получалось сделать нормальные модел-бейст-алгоритмы. Возможно, имеет смысл прям даже что-то у них сфоровать в наглую. Да, да, много попробовали, но не все успели. Вот, чтобы там не некоторые. Вот. Еще какие-нибудь, может, вопросы? Да, только возможно, даже к вам. Я правильно понял, что вы обучались, как сначала, правильно понял все-таки, что вот с помощью этой модели обучение происходило с помощью просто DQN. Да, обычный DQN, прям дефолтный, там, из-за шарского. Да, хорошо. Вот тут есть еще такой вопрос, который, и который, наверное, даже более важным остается, если использовать как раз что-то типа Dreamer или Monte Carlo Tracer, как в Мюнзере, что у нас теоретически, когда получается, цель у агента это все-таки обманывать environment, то есть, что он может, то есть, что нужно, кажется, что нужно добавлять какую-то еще меру контроля, чтобы мы оценивали, насколько далеко текущее состояние от того, что реально происходит. то есть, чтобы, ну, то есть, как фактически задача у агента сейчас это набрать очки у текущего, у текущей модели, которая может быть решена за счет буквально багов модели. Ну, да, это, я понимаю, но если... он обучается, например, как, не с помощью DQN, он градиент напрямую через сцену модель пропускает. Да. Но у него это окей, потому что он потом обучил агента, может собрать данные для этого агента, то есть, если он заходит в какое-то новое место, то он может и модель в этом месте подтянуть. А с оффлайн-ленингом такое не прокатит, и мне кажется, что с Монте-Карл-тресерчем та же самая проблема будет. Нет разницы. Я, честно говоря, еще раз не очень понял, в чем проблема с Монте-Карл-тресерчем будет. Ну, та же самая, что и с самим Dreamer, что вот тут у нас ограниченный датасет, и может получиться так, что агент покажется, что вот круто идти вот в эту вот сторону, которая там ортогонально тем направлениям, в которые мы уже ходили и видели, что там происходит. А в тех местах у нас модель вообще не обучена. А, ну, то, что называется проблема дистрибьюшнл-шифта, то, что модель плохо работает и предсказывает награды не там, где хотелось бы. Да, то есть Dreamer и там Мюзеры, они как, вот, если захотят двигаться в эту сторону, они посмотрят, что там реально происходит, обучат модель в этом месте и будут адекватно предсказывать. А здесь как будто мы можем просто свалить себе что-то непонятное. Я поэтому и спросил, как запускается эта штука на практике, и там был тезис, что она на каждом темп-степе принимает решение, опираясь на вот свежий скриншот с environment. То есть мы здесь имеем обратную связь от среды в виде этих скриншотов, и использовать MCTS в таком сеттинге должно быть безопасно, даже если у вас совсем отвратительная модель. Я бы просто еще добавил, что если мы же это не будем в реальности, это слишком мелкая задача, мы, наверное, будем там учить подходить его к всяким бинтам, аптечкам в нужное время, и если мы подошли, то мы их уже залутали, и все, она уже пропала, и поэтому мы не будем зацикливаться около бесконечного камня. Кажется, плюс еще, если прям серьезно подходить к этой задаче, то нужно делать много каких-то моделей, которые одна отвечает за лутание, вторая за стрельбу, третья за какое-то позиционирование на карте, и какой-то глобальный RL-алгоритм должен решать, какая из моделей включается в каждый момент времени. В принципе, вот таким, и уже глобальный верхний уровень такой алгоритм будет решать глобальную задачу как можно дольше жить. Получается, у него будет реворд, это длина жизни, например, в кадрах, и он должен правильно включать и выключать все вот эти мелкие модели, которые как бы один умеет есть, другой умеет стрелять, третий умеет убегать. Кажется, что в таком иерархическом подходе кажется, что можно уйти от таких проблем, о которых вы говорите, что у нас мы обманываем. скорее всего, на самом деле это заведется, но было бы вообще очень круто, если бы этот подход с разными моделями был бы еще и общим. То есть, здесь разные подходы берутся из того, что мы знаем, как устроено саду. Да, согласен. Ну, общие, да, какие-то, да, да, было бы классно. Ну, вот поэтому, к сожалению, такой как это проект, к сожалению, на работе его нельзя делать. вот, но кажется, что интересно это перспективно для будущего, да, всякого, так сказать, интересного. Поэтому, в принципе, если я могу данные решать, если кто-то захочет помочь, я всегда рад, поработаем вместе, хотя бы по вечерам, по выходным. Я думаю, это можно заслать в чатик, и там стоп-родово найдутся люди, которым такое будет интересно, потому что выглядит прям круто. Ну, я был бы рад, потому что все-таки в такое время живем, что наука политична, нужно хотя бы науку ботать вместе. Вот. Хорошо, спасибо большое за доклад. Давайте поблагодарим докладчика. Спасибо. Вот. До следующей встречи тогда. Всю информацию еще скину в чат. Спасибо. Всем до свидания. До связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok